На данном видео показан автомобильный мост, который соединяет город Воронеж с Семилукским районом. История Семилукского района богата событиями и людьми. С востока на запад по территории района простирался караванный путь из Волжской Болгарии до Киева. Здесь на прекрасном взгорье после двухмесячного утомительного движения останавливались для отдыха, а затем вновь продолжали путь на запад. Лука Семи Кустов. Семилуки именовались эти места. В древности этот регион окрестили Огибенью по названию Мурского монастыря. В селе Семилуки найдены погребения и клад 15-го столетия, в котором хранились джугитские монеты времен Куликовской битвы. В селе Семилуки обнаружены и подземные жилища древних людей, на потолке и стенах которых искусной рукой выведена христианская атрибутика. В селе Яндовище также найдено городище, додирующееся 15-18 веками. Заселение и освоение края по-настоящему началось после 1575 года, то есть во время построения Воронежской крепости. Во второй половине 17-го столетия территория района входила в состав землянского уезда. С проведением в 1894 году железнодорожной ветки появились небольшой полустанок Семилуки, давший впоследствии основание будущего города. Советская власть в районе была установлена в конце 17-го, начало 18-го годов. В годы Гражданской войны здесь развернулись ожесточенные сражения с войсками внутренней и внешней контрреволюции. Летом 1942 года война вновь пришла в эти края. С июля 1942 года по 26 января 1943 года район находился под властью немецко-фашистских войск. На битву с врагом из села ушли 41 тысяча жителей. На полях сражений в годы войны полегло более 16 тысяч семилукцев. Имена многих из них присвоены улицам, площадям, переулкам, паркам и скверам. О них молчаливо возвещают памятники и обелиски, стоящие почти в каждом населенном пункте района. В ходе Воронежско-Косторнинской операции в конце 1943 года территория района была окончательно очищена от врага. В тяжелых условиях приходилось жителям восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. 9 мая 1965 года в канун 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне открыл двери для посетителей музея района. На территории района находится 17 братских захоронений, где покоится прах более 2,5 тысяч погибших героев войны. 38 памятных мест. Послевоенные годы это цепь непрерывных лишений, невзгод, невиданного массового героизма на трудовом фронте. За годы войны Семилукская земля дала родине 16 героев Советского Союза. Четверо уроженцев края стали полными кавалерами орденов солдатской славы. В мирное время колхозная Нива взрастила 5 героев социалистического труда. В разное время на этой земле жили и трудились, посещали ее поэты Михаил Юрьевич Лермонтов, Кольцов, Никитин, писатель Бахметьев, сказительница Барышникова, ученик Репина, художник Новоскольцев и другие. Как самостоятельная административная территориальная единица Семилукский район возник в 1930 году. Расположен в северо-западной части Воронежской области. Его протяженность с севера на юг 66 километров, с запада на восток 54 километра. Общая площадь района 158 186 гектаров. Район храничит с Липецкой и Курской областями, с Рамонским, Хохольским и Нижнедивицкими районами. На юго-востоке вплотную примыкает к городу Воронежу. На территории района протекает 8 рек. Самое крупное это Дон с притоками Девицы и Ведуга. Население с 1 января 1997 года в районе проживало 66 700 жителей. В районе 1 город, 2 рабочих поселка и 85 сельских населенных пунктов. Через территорию района пролегает железная дорога Воронеж-Курск-Киев и автотрасса Воронеж-Курск-Харьков. Полезные ископаемые, которые находятся на территории этого района, это мел, гравий, силикатный песок, кирпичные глины, фосфаты. На базе этого сырья работает Семилукский огнеупорный завод, имеющий общероссийское значение. Его продукции экспортируются во многие страны мира. Богат район стекольными песками и торфом. Сельское хозяйство специализируется на производстве зерна, сахарной свеклы, овощей и продуктов животноводства. В Семилукском районе несколько лет подряд проводился конкурс певчерского мастерства «Седьмая излучина». В районе существует 6 ансамблей, имеющие звание «Народный коллектив», вокальный ансамбль «Реченька», ансамбль казачьей песни «Донская вольница», вокальный ансамбль «Горница», вокальный ансамбль «Грани», детский образцовый вокальный ансамбль «Радуга», детский хореографический ансамбль «Виртуозы». В Семилукском районе 38 памятников и памятных мест. В их числе Вознесенская церковь, селе Избище, объект исторического и культурного наследия областного значения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова